Приветствую вас! Прежде чем перейти к основной теме ролика, следует рассказать, что у Нивы с покрытиями. Еще в сентябре я делил капот на три части, чтобы сравнить новинку Мэтт Дропс с другим быстрым кварцем Фаст Кварц и между делом еще раз взглянуть на твердый воск. Машина много ездила и очень редко мылась, с учетом сегодняшней всего три мойки с щелочными шампуними. Сейчас я покажу, как вели себя покрытия. Сразу после нанесения картина была такой. Это пример работы покрытия после первой мойки. Напомню, очень долгая пауза, щелочная первая фаза и нейтральный ручной шампунь. Так чувствует себя капот после второй мойки. Снова щелочной бесконтакт и нейтральная вторая фаза. Основная грязь уже смыта за кадром, сразу перехожу к ручным шампуням Space Cosmetics. Я хотел сразу начать с остава Second, но тогда вышло бы не информативно. Поэтому начинаю с шампуня First, о котором уже говорил в позапрошлом видео. С той лишь разницей, что наносить буду через пеногенератор. Процесс сопровождает приятный запах лимонада. Качество пены и лубрикант не вызывают никаких вопросов. Качество пены и лубрикант не вызывают. Теперь можно показать результат этой третьей по счету мойки. Для того и нужен был сегодня шампунь First, чтобы продемонстрировать полное отсутствие гидрофоба на всех трех участках. А значит, самое время испытать второй шампунь Second с диоксидом кремния и оценить его свойства. Пена и лубрицирующие свойства не вызывают нареканий. В гараже появляется сладкий банановый запах. После смывания хорошо видно, как на поверхности разрывается водяная пленка. В зависимости от того, как именно вода попадает на разные участки капота, она либо собирается в капли, либо сходит шторой. Не могу сказать, что это строго гидрофил или строго гидрофоб. Но эффект очевиден. Сушить машину после шампуня Second значительно проще, что будет плюсом для автомобилей без покрытия. Мне такой эффект интересен. Видео со сравнением отечественных шампуней этой группы уже запланировано. О чернителях я буду говорить в сравнении. Первым идет матовый Made Matter. Наношу обычной поролоновой губкой. После высыхания поверхность потеряет блеск, а сам чернитель немного дочистил шину. Глянцевый Black Matter аналогично достает из резины грязь, но выглядит на поверхности совсем иначе. С водой эти чернители ведут себя также противоположным образом. Оба состава не ароматизированы и имеют технический запах. Про ресурсы смогу рассказать лишь в одном из следующих видео. Из средств по уходу за интерьером я не рассказывал о лосьоне для пластика Milky Way. Распыляю его на чистую сухую поверхность и растираю микрофибровой рукавицей. На ощупь на таком пластике я разницы не заметил. Визуальный же эффект очень хорош и виден сразу. Несмотря на название, пахнет Milky Way кокосом, что отсылает нас к другому шоколаду. Через сутки, после ночи простоя и дня поездок, этот запах все так же четко ощущался. Для чистки стекол сегодня в первый раз попробую спиртовой комет. Это концентрат и он требует разведения с водой от 1 к 4 до 1 к 8. Состав имеет мятную отдушку. В паре с чистой микрофиброй не оставляет никаких разводов. Стекло аж скрипит во время прохода сухой стороной полотенца. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это все составы на сегодня. А я поздравляю вас с Новым Годом. Желаю, чтобы 22-й был максимально хорош. А вы, в свою очередь, по мере сил, помогите ему таковым стать. Спасибо, что смотрите мой канал. Спасибо, что общаетесь со мной в комментариях. Я постараюсь сделать так, чтобы это продолжалось и дальше. Будьте здоровы!